В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На привокзальной площади камера зафиксировала, как гонщик на 14-й въехал в иномарку и скрылся. Об этом мы в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На привокзальной площади водитель 14-й решил поиграть в шашки на дороге. На повторе видно, что 14-е до столкновения, судя по всему, уже побывало в ДТП. Переднего бампера не было, госномер висел на одном саморезе. После аварии шашечник продолжил путь и скрылся с места ДТП. Сейчас ему грозит лишение прав. На перекрестке улиц Московской производственной произошел конфликт между водителями «Хонды» и «Весты». Оба участника инцидента двигались по улице Производственная, а потом по Ломоносово. Водитель «Хонды» проехал прямо в нарушении дорожного знака, только направо. За это полагается штраф 500 рублей. Далее водитель иномарки начал аккуратно перестраиваться налево, и тут ему помешал водитель «Лады Веста». Видимо, этот момент шофер на иномарке не смог простить и решил поравняться с «Вестой». Но водитель «Лады» перестроился налево. Впоследствии произошло ДТП. Признавать вину в итоге никто не стал. Сейчас это видео изучают сотрудники ГИБДД. На улице Лепси два водителя решили устроить соревнования «Кто быстрее». Один остался на своей полосе, другой выехал на встречную. Чё, дебилы дебилами, а? На повторе видно, что авария произошла прямо уже до переезда. Один из гонщиков пытался перестроиться направо и попал под удар. Виновнику аварии также грозит штраф 5000 рублей за обгон на пешеходном переходе. В Новоавиатском районе водитель инкассаторского фургона, уходя от столкновения со встречной белой иномаркой, въехал в попутный седан. После этого маневры машины резко остановились и в задний бампер седана въехала красная малолитражка. После удара у виновника аварии отлетело зеркало, с места ДТП водитель встречной белой иномарки скрылся, сейчас его разыскивает полиция. На Октябрьском проспекте очевидцы наблюдали за опасным дрифтером на белой иномарке. На белой машине на тренированной, ара, б***ь, сейчас погоди. Только вы читаете, б***ь. Такое поведение на дороге явно подпадает под понятие «опасное вождение». Впрочем, пока наказания за такие маневры нет, в кодексе планируют добавить статью 1238. Предварительно за опасное вождение будет штраф 5000 рублей. На улице Карла Маркса автобус, видимо, пытался задушить автомобилистов своим выхлопом. Блин! Кроме неприятного и, судя по всему, вредного запаха, ухудшилась видимость. Автору видео даже пришлось включить аварийную сигнализацию. Чтобы проветрить салон, владельцу регистратора пришлось открыть форточку. На улице Стахановской алюминиевый профиль едва не оказался на капоте машины с камерой. На повторе видно, что у мусорных баков мужчина решил поживиться выброшенными стройматериалами алюминиевым профилем, но не удержал его в руках. На улице Московской водитель троллейбуса вручную и в одиночку пытался повернуть свой рогатый транспорт налево. Впоследствии к нему на помощь пришел владелец регистратора. Сначала они толкали вдвоем, но когда троллейбус полностью перекрыл все полосы движения, на помощь пришли другие водители. В итоге впятером они справились с задачей, далее троллейбус продолжил движение самостоятельно. На границе Кировской области и Мариэл целая лосиная семья перебегала дорогу. Было светло и водители вовремя заметили мохнатых пешеходов и пропустили их. В случае ДТП с лосем водителю стоит помнить, что ремонт автомобилем и придется делать за свой счет, если нет каска, а также если лось погиб, придется заплатить штраф. Михаил Вагин, место происшествия. Продолжение следует...